Естественно, пандемия коронавируса ударила в основном по киноиндустрии, и не только, но всё же новинки выходят в этом мире. В 2020-м их достаточно. Их как раз мы и обсудим с человеком, который стремится знать о кино всё. Наш видеоблогер Илья Маклау в студии. Илья, доброе утро. Доброе утро. Как тебе наша новость, да? Отлично. Слушай, вот сразу хотелось бы спросить про Человека-паука. Марвел опубликовал в Твиттере любительские кадры со съёмок нового Человека-паука. Я даже, знаешь, вот вопрос, который хотел сформулировать, не в том смысле, что можно выжить из этой истории, а есть ли смысл вообще продолжать, да, снимать про Паука постоянно, будет ли это интересно, вот, там, 20-е, 30-е, 40-е серии? Ну, в целом, нет, почему? Будет, конечно. То есть, я просто напомню, а дело в том, что Паука уже сколько в фильмах вышло, сольных именно, да, и вот только вот последний фильм из них заработал миллиард. То есть, с точки зрения... Убыточных нет. Убыточных нет, они все стремились, и вот только-только последний, он как бы преодолел этот миллиардный рубеж. То есть, видно, что у зрителей-то не падает совершенно интерес, поэтому, конечно, стоит. Тем более, они же, вот его, скажем так, ввели вот в эту общую киновселенную, там, вместе со Мстителями и прочими. То есть, и вот этот интерес подогревает, потому что они друг друга, как это, с точки зрения маркетинга, кросс-прома у них, то есть, они рекламируют Мстители у себя, Мстители рекламируют Паука у себя, да, у них там немножко там сложности с правами, потому что Паук принадлежит не Марвел, как таковой компании, а Сони. То есть, именно вот его вне-комиксовые появления. Вот, то есть, они снимают фильмы, но вместе вот с компанией Марвел. Мне было бы лично интересно, какой-нибудь фильм про Паука, чтобы Паук и Веном вот сошлись вместе в одной истории, мне кажется, рано или поздно должен что-то купить. Но планируется, потому что, вот, Сони позиционируют, как это всё. Они позиционируют, что есть вот эта вот киновселенная маленькая с Веномом, туда вот должен был Морбиус войти, к сожалению, вот, не увидели мы его в этом году. Вот, там, второй Веном уже снят, тоже вот, в октябре должен был выйти, тоже не увидели, к сожалению. И вот Паук, он одновременно относится и туда, и туда, то есть, вот, и к Мстителям, и к Веному. Поэтому это всё будет, но попозже. Ждём, ждём с нетерпением, но вот ещё одни комиксы, ещё супергерои, Лига Справедливости. Да. Ну, вот, как-то что-то вот не так. С фильмом или что, что сейчас ещё планируется дополнительно? И планируется, и вообще вот, ну, сама вот эта вот задумка, она как-то вот не дотягивает. Вот такая слабенькая копия. Ну, так получилось, что именно компания Warner Brothers, да, и DC, в частности, комикс, они вот с точки зрения экранизации оказались внезапно в позиции догоняющих. То есть, они как-то вот этот момент весь прощёлкали, пока там Мстители миллиарды зарабатывали, они как-то вот оказались так, что вот нужно догонять. И они очень быстро ввели вот эту кучу персонажей, сняли комплексный фильм. И, надо сказать, комплексный фильм... Почему мы сейчас об этом говорим, да? Потому что, по-моему, в следующем году как раз планируется премьера переделанной версии фильма трёхлетней давности Лига Справедливости Зака Снайдера. Там сложность получилась при его производстве. Там просто ад был. А самая большая сложность в чём была? Сложность была в том, что они... Во-первых, там сценарная очень сложная работа была проделана, и они... Очень много было задумок именно от режиссёра Зака Снайдера. Вот. А потом в какой-то момент там по семейным статусам Зак Снайдер ушёл из проекта, и фильм... Не доделан. Доснимали уже без него. Хотя в титрах везде пишут, что это его фильм. Вот. А потом получилось, что всё это в сеть-то утекало, потихоньку, что кадры вот эти, а где они, а почему, где мы вот это видели, почему Супермен в тёмном костюме. Этого ничего не было в фильме. И очень много вопросов было. Фанаты, конечно, там кинулись комиксы читать. Такие, так, где-то вот это, вот это должно было быть. Где этот фильм, покажите нам его. Ну и, соответственно, там чуть ли не частично было пожертвовано деньги от фанатов. И потом, как бы они, ну, Ворона Браза поняли, что надо как-то доделывать. Вот. И нашли все материалы, которые были сняты, перемонтировали, и что-то там чуть-чуть даже досняли. То есть фанатов уже начали доснимать сами для себя. Ну, вот так получилось. Нет, это Ворона Браза, естественно, под давлением. То есть, ну, вот они решили пойти навстречу. Тоже интересный опыт, потому что в итоге вот этот фильм, он прорачивается там в четырёхсерийный сериал, на самом деле. То есть вот на HBO Max будет показывать. Ну, посмотрим. Интересно тоже. Ну, в итоге, да, поклонники, то есть есть. То есть люди фанатей, да. Ещё один фильм, который мы ждали в этом году. И ничего не случилось. Рекордное количество дат переноса сиквела «Аватар». Вот. Неужели это всё из-за коронавируса? Или что-то там Кэмерон замышляет невероятное? Ну, посмотрим. Тут дело в том, что, во-первых, скорее всего, из-за ковида, действительно. Тут, опять же, про Паука говорили. Паук-то планируется на декабрь следующего года. Вот. Вот. А у Паука, поскольку он входит в эту киновселенную Марвел, там тоже вот это всё... Перенесли же всё вместе. То есть там и «Чёрную вдову», и всё остальное, там, и сериалы, которые входят. А там же определённые есть хронологии, в которые они планировали это показывать. То есть у них был план определённый. Вот. И они перенесли Паука тоже. А я просто напомню, что прокатчиком выступает «Аватара». Почему я сейчас переключился на Паука. Так, так. 20-й век «Фокс», бывшая компания, вот. А она, собственно, входит в «Дисней», который Марвел принадлежит. И они вот так сдвинули, ну, потому что нет смысла пересекать два блокбастера в декабре. Они передвинули, они решили, что, ну, как бы ладно. Потому что декабрь, как бы вот, как-то он закрепился с исторической точки зрения, что это вот месяц «Аватара». Потому что первый «Аватар» тоже в декабре уходил. И они вот почти на год передвинули, сказали, ладно, ничего. Когда мы в итоге ждём «Аватара»? Получается, декабрь 22-го. 22-го? Да, да. Потому что это жить бы, а? Да, это долго. Но на самом-то деле там основной съёмочный процесс они уже, ну, достаточно давно завершили. Вот. Просто там очень много именно вот постобработки. То есть там много очень графики. Всё рисуют, обрабатывают. Ещё кое-что там шлифуют. Ну что ж, ждём с нетерпением. Напоследок один фильм быстренько для наших телезрителей. То, что я советую? Да, то, что ты советую. Я вообще рекомендую не фильм, я рекомендую сериал «Эпидемия» посмотреть. Российский, который в прошлом году вышел, и в этом году очень сильно актуализировался. Его ещё Netflix закупил для международного проката. Вот, рекомендую. Ну что ж, рекомендоваться от Ильи Маклаудов. Да, друзья, посмотрим.